Одними из первых посмотреть на необычную выставку пришли ученики первого лицея, воспитанники социального приюта. Организаторы надеются, после такой экскурсии тяга к алкоголю и сигаретам у молодежи пройдет. Тем более, что откровенно неприятные экспонаты к этому подталкивают. Например, внутренние органы человека, пораженные раком или циррозом. Эта анатомическая выставка называется «Горькие плоды сладкой жизни». Посвящена профилактике приема психоактивных веществ. Алкоголь, табак, наркотики, сладкие газировки, чипсы, сухарики, жвачки, вся пищевая химия в том числе. Ребятам очень интересно, потому что такую информацию они и слышат. И она очень действенна тем, что представлены именно макропрепараты, именно органы, пораженные здоровые, соответственно, действуют на уровне подсознания. Любой ребенок, посмотрев, примет решение, что мне этого не надо, он себе этого не хочет. Для сравнения на выставке есть и здоровые органы. Сердце, легкие, печень. Все экспонаты организаторам передают медицинские институты. Выставка сама по себе интересная. Много нового узнали. Очень плохо, что сейчас наше современное общество употребляет алкоголь, слух употребляет наркотики. Например, я понимаю, что это очень плохо. И эта выставка, она как бы еще раз меня подталкивает, потому что нельзя употреблять алкоголь, наркотики. За 10 лет анатомическая выставка побывала во многих городах страны. И каждый раз такие экскурсии подталкивают школьников и студентов добровольно отказаться от вредных привычек. Евгения Павлюкова, Максим Кузнецов. События. Брянск.